Этот мозорский аист уже стал интернет-знаменитостью. Видео с птицей, которая нисколько не боится людей, разлетается по соцсетям с разными подписями. Ручной красавчик, милый бусил и прочее в том же мимимишном стиле. Аисту уже дали имя, причем не одно. Кто-то зовет Гриша, кто-то Вася. Факт то, что он не улетает от людей, наоборот, подходит сам, попрошайничает еду. И дружелюбного бусла подкармливают. А вот у экологов эта ситуация вызывает тревогу. Приручать диких птиц ни в коем случае нельзя. Они станут зависимы от человека и не смогут жить в естественной среде обитания. Что хотелось бы сказать населению, которое очень обеспокоено по поводу того, что аисты остаются здесь на зиму и то, что они останутся одни, голодные, холодные, замерзнут. Значит, их кормить нельзя, нельзя приучать, потому что животные привыкли жить в естественной среде. И как только люди начинают приучать, они отвыкают от нее. И поэтому находятся в большей опасности, чем они находятся в естественной среде. Они не замерзнут, пухи перья их будут оберегать. Поэтому они спокойно перезимуют. И в следующем году они создадут свою стаю и улетят далеко на юг. Не зря говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Вмешательство в природу тоже в большинстве своем вредит. Любое дикое животное, включая птиц, можно забрать только при условии составления акта об изъятии. То есть, если вы решили подобрать и выходить раненого аиста, то нужно об этом сообщить в природоохранную инспекцию, где будет принято дальнейшее решение. Такая законодательная норма была принята против таксидермистов, которые сотнями и тысячами убивали соек и прочих птиц для изготовления чучел. В последние годы участились случаи звонков обеспокоенных граждан по поводу нахождения аистов в бедственном положении. То есть, либо у какого-то аиста была поломана нога, либо у кого-то было поломано крыло. Поэтому в связи с этим мне хотелось бы прокомментировать данный факт. Значит, есть такая у аистов, как бы и у всех птиц, но сейчас касается вопрос аистов, выбраковка. То есть, взрослые аисты, родители, например, если видят, что у них очень много птенцов в гнезде, то есть трое или четверо они, тогда смотрят, какие из них сильнейшие и слабого выбрасывают. Так и получается со многими птенцами аистов, которые мы встречаем на территории Мозырского района. Поэтому в связи с этой ситуацией мне хотелось бы что сказать, что, конечно, у нас очень много добродушных граждан, которые звонят и беспокоятся по поводу этих ситуаций. Значит, изымать животное из среды его естественного обитания нельзя. Экологи призывают любить диких животных на расстоянии, не подкармливать и не вмешиваться в естественные процессы, чтобы не навредить.